В Ульяновской области официально открылся купальный сезон. И хотя погода пока не жалует жарким солнцем, спасательные службы во всеоружии. Летом наряду с профессионалами вахту несут на пляжах областного центра курсанты колледжа государственной и муниципальной службы. На излюбленном месте купания центральном городском пляже Ульяновска для них провели итоговые учения. Бутафорская сос для эффектности, и вот бригада спешит на помощь. Двое в лодке, не считая наставника. Им предстоит все лето дежурить на Волжском пляже. Какой он спасатель мечты? Хрупкие девушки уверены, в первую очередь не слабак. Руки должны быть сильными достаточно, чтобы хорошо влезти. Тем более нужно вытаскивать человека из воды. Ты же не знаешь, сколько он будет весить. Поэтому нужно иметь хорошую физическую подготовку. А еще спасатель – тонкий психолог, порой дипломат. И должен уметь не только спасать, но и убеждать. Вежливо. Объясняя ульяновцам, что на открытой воде самым юным пловцам не место. Здесь очень большая глубина. И поэтому спасатели действительно очень плотно следят за такими моментами. Смотрят, стараются не допускать. Скандалы не доводим. Но большая часть все-таки люди идут с пониманием и идут уже в наши бассейны с детьми. Малыши для спасателей – песня особая. И Владимир, хоть он и курсант, знает об этом точно. В прошлом году он дежурил на ульяновском пляже «Победа». И эти истории помнит, словно были вчера. Дети где-то бегают, прыгают уже около воды. А родители где-то только начинают искать их в начале пляжа. Там где-то от берега метров 15. Ну, к нам подходили, говорили, потерялись дети, находили. С недавних пор у спасателей новая головная боль. Студенты из южных стран – Индии, Африки и даже Ирана. За ними надо следить особо, инструктируют юную смену опытные учителя. Они привыкли, что в своих, скажем, странах у них соленая вода. Соответственно, плотность воды намного плотнее. И они могут спокойно находиться на поверхности, отдыхать. А по приезду к нашей матушке Волги, они не понимают, что здесь вода не держит. И, соответственно, начинают тонуть. И раз, и два, и этого мало. Метко кинуть спасательный круг непросто. Ведь это не дартс. Важны поправки на ветер, течение и личные силы. Но этим ребятам терпения не занимать. Да и наставники подобрались на славу. С практикой все лучше и лучше. Думаю, все получится, ребят. Но даже терпение – это еще не все. Быть бдительным оком по 12 часов дежурства под палящим солнцем способен не каждый. Сила воли и жгучие желание воплотить мечту, помогать людям – обязательный критерий успеха. Елена Гончарова, Михаил Державин, Вести Ульяновск.